5 секунд На данном этапе цедек забрали себе Очень даже таких приличных Функциональных героев Гирокоптер, Рубик, Клокверк, Скайросмаг То есть понимаете примерно комбинацию Рубик кого-то поднял, ворвался Клокверк Скайросмаг под ноги Пускает Мистик Флеера, а там если кто остается живой Гирокоптер всех забирает Но это в теории А на практике все это может Например от того же Вич Доктора просто разбиться В щи полные Ну и Квин оф Пейн, Эншн Депарейшн, Эрозор Все это АОЕ неплохие Неплохие АОЕ страты Так что конечно проблемки Могут цедека быть Ехумы все таки посильнее будут По составу героев Ну я думаю что Зевс наверное последним пиком Зайдет для команды Ехум под Эншн Допарейшн На самое оно, ну в прошлой игре правда не получилось А в этой может все таки выйти Розор скорее всего отправится у нас Фармить легкую линию Я думаю что это будет Вай Джей Сити на Мид Лейн на Квин оф Пейн Вич Доктор и Эншн Топарейшн ДДС ЛНМ Разумеется и Оффлейн Пока что не ясно кого брать Ротики Может быть это будет Зевс как и в прошлой игре Тоже в общем то не лишнее Под Эншн Топарейшн очень даже неплохая комбинация Баунти Хантера видим что Ехум забанили После последней катки Там Баунти Хантер неприятно Назошел Акс для Ехум Вот так вот Соберем всех кружком вокруг Акса И расковыряем лица Цедек укомплектованный Шики последним героем Заходит в пик команды Гейминг Это Инвокер для него Гардер забирает Скайра с Мага Клокер будет для Экзет Ну и Вай Джей на Гирокоптере будет фармить И Кью будет саппортить на Рубике Со стороны команды Ехум Вай Джей Вай Джей Цедек фармит Кто фармит Я забыл кто А, агрессив фармит У Цедек Да, Вай Джей играет у нас за Ехум Это Разор Сити Вай Будет играть на Квин оф Пейн в медлейне Ну и Ротикей забирает себе Акса ДДС Вместе с Ланемом будут у нас саппортить По расстановкам лайнов Ситуация в общем-то Непростая Например для себе геймер Мне кажется Вич Доктор плюс Акс Это достаточно серьезно Плюс Ancient Operation Который во время агро Акса Будет просто-напросто Примораживать к земле одного героя Но это минус 100% Получилось бы Кто это у нас уже полетел Это у нас уже Вич Доктор полетел Вич Доктор уже у нас полетел в собственный лес Ланем подготовился Непонятно правда зачем Он сюда пришел Видимо прочекать ситуацию Увидел Экзеда Увидел Экзеда Уже стоит здесь Просто Примерно чтобы С Координировать своих тиммейтов Какая-то супер хитрозадая стратегия Ну наверное свои результаты Она дала Ехумам Вот Поняли что На сложную отправили Экзед Значит здесь Трипла Значит туда лучше не соваться Вообще первый раз такое вижу Чтобы саппорт без вардов Просто Тпшился на нижний лай Если это конечно не Не минер Но как вы видите Это не минер совсем 30 секунд Забирают руну Чтобы побыстрее был боттл Чтобы Покомфортнее было стоять на линии Здесь инвокер соответственно Забрал Квас уже Вкачал инвокер У него уже есть Ну талисман Ну и боттл скорее всего Не будет для шики Будет Будут фейсбуцы Будет оркит По классической схеме Возможно будет Еул Но Боттлом здесь В принципе Не должно быть Дело не должно Заканчиваться Аквапа От Монопойнтов Все таки Более менее зависима Забак вы видите Идентичный Просто что Сетивай Не докупал себе Не докупал себе Дополнительных танго Они ему не нужны Потому что При наличии Ланэма на линии Проблему сетивая Быть не должно И в скором времени Появится боттл То есть Можно подэкономить И нормальную себе Вещь на отхил Купить В сложной линии Ротики Ротики Стоит в соло Против триплы Из Герокоптера Из Кью Которого играет На Рубике И Скайрос Маг Тоже вещь неприятная Скайрос Маг Кстати Пришел на мидлейн Попытался подпортить Жизнь Квапе Понял что где-то Здесь Вич Доктор И все что он делает Он портит Все кому он портит Жизнь Это Вич Доктор Вич Доктору Жизнь портить Нет смысла Посмотрите на него Мне кажется Жизнь уже испорчена У него Поэтому Очень быстренько Скайрос Маг Сориентировался Отправился на Топлейн И здесь будет заниматься Помощью Герокоптеру Теперь будут накалять Вместе Акса Аксу главное Получать левел Контр Хеликс есть Берсеркер Колл есть Что это шумит у нас Это у нас водопад шумит Я думал ракета уже Зарядила агрессив Ну в принципе Герокоптеры Современные играют У нас без ракет Так Как так получилось Сетевая Вместе с Ланэмом Развалили инвокера Достаточно быстро Так А у нас есть вариант Посмотреть У нас есть вариант Давайте смотреть Ну Убить Короче говоря Через каски Это было не сложно Все Возвращаемся В прямой эфир Шики отправляется В таверну ФБ для команды Ехом Заработали 770 по золоту 360 по экспириенсу Достаточно неплохо Видят Кью-Кью Пытается Я так понимаю Кого-то на хэграунд Запихнуть Отталкивает Назадку Апук Вопа В принципе Достаточно В комфортной ситуации Находится Потому что Есть ботл Есть недалеко Курьер То есть Пробузить банку Тоже не критично И все И понес Курьер Понес Курьер Бутылку Это просто Самый упоротый Курьер Который я видел За всю историю Что это такое Не могу оторваться Извините Конечно Привет Курьера Купили себе Боже Боже Команда За выход На интернешнл Борется Надо посмотреть На третьей минуте Как Курьер летает А он уже летает Кстати Ну теперь Это совсем Другая история Теперь у нас Рыба в платье Летает Конечно Это Это поинтереснее Становится Да Легкая наркомания Кстати Курьер Десятый левел Получает После апа Для всех Кто Не в курсе Ну и Десять Дефа Для Курьера Ротикей В это время Приседает По хп Но это Все В собственном Лесу Вот Поэтому Не критично Главное Что Ротикей Не будет Умирать Это Плюс Безусловно Будет Для команды Яхум Ничего Хорошего На топлэйне Его не Ожидала Тут И гирокоптер Сам Настрелять Соло Может Да и Рубик С Скайросмагом Просто Напросто Не отпустили Бонус Ротикей Здесь С мультиспаунами Можно в принципе Неплохо Заработать Аксу Берсеркер Кол Юзаешь И через Контерхеликс Всю эту Всю эту Ерунду Разваливаешь Почему Ближе Не подойти Аксу На всякий Случай Видимо Решил Продамажить Странно Подошел бы Всех Безагрил Больше Бокрутился Сильнее Бибил Дикокрыл Сам В шоке Посмотрите Шики Тем временем 16 на 5 Сити Уай Тоже 16 на 5 Очень ровно Идут Мидлейнеры Это при том Что Шики Еще умудрялся Умирать Один раз Гирокоптер В свою очередь 29 на 16 У него Первый Крипстат На карте На третьем На втором Точнее Месте Разор На котором Уай Джей Играет 25 на 11 У него Ну и Разор По Нетворсу Чуть-чуть Отстает От гирокоптера На 400 По голде Ну еще Никто не мешал Агрессиву Здесь Поэтому Поэтому Собственно Фарм идет Нон-стоп Тут Не проблема Для агрессива Нормально Нафармить Я думаю Что если Ближайшие Минут 5 Еще не будут Его трогать То потом Команды Ихом Могут оказаться Проблемы Могут появиться Проблемы Причем Такие С которыми Они просто-напросто Не справятся Куда делся Ротикей Продолжает В лесу У нас Выфармливать Ну здесь уже Трипл стак Кстати Можно подойти И покрутиться Немножко Нет Ротикей решил Просто слить ХП на Обычных Кентаврах Почему бы Нет Тут же 100 Не 100 Даже 91 копейка Таилась Все ХП Слил За 91 Копейку Ротикей Но ему Нет Ему до сих пор Еще Транквилбутсы Не летят Ротикей Продолжает Издеваться Над крипами Пока что Без Транквилбутсов Хотя Деньги на них Есть То есть Прилетел Пустой Курьер Прилетел Каксу И улетел Что то страшное Творится С дотой Ротикей Ротикей Пока будет Без Транквил У него Так и будет Продолжаться Очень медленный Фарм На данном этапе Он на пятом месте По фарму Хотя так не должно быть Для Акса Акс должен чуть ли не лидировать Ну что у нас Пошел замес на Мидлейне Сетивай Без маны Еще один удар Летит Сетивай Сетивай Его избежал Тем самым Жизнь себе Смог спасти Сетивай ЛНМ С хайграунда Там раскастовался Касками Но в принципе Файти не участвовал Поэтому Более-менее целый ушел Ну и Шики Шики Получается Вырвал себе Дополнительное время И пространство Для того чтобы фармить Пока Шики фармит Квапа бегает Можно где-то и Догнать Квинов По золоту Ехом выигрывает Менее чем 100 Да вообще уже Ничего не выигрывает Ехом по золоту 750 По экспириенсу Цидек Впереди Вай джей Статиклинг В экзеда Статиклинг Разорван Ничего Разор Не украл У своего оппонента Статиклинг Второго левела Плазма филд У нас Максит Вай джей В принципе Это не лишено смысла 370 демеджа А на профессиональном уровне Демедж В основном Фуловый Заходит от Разора Ну здесь гирокоптер Просто на фрифарме Это вот тот случай Что нам дают Мы играем Как-то странно Немножко поступает Команда Ехом Как потом Справляться с гирокоптером Мне вообще не ясно Почему можно Гирокоптеру Позволить Стоять на фрифарме На протяжении Вот уже Восьми минут Это все-таки вопрос Ладно бы тут Триплой бы на фрифарме Стояли В это время там Теряли бы Возможность фармить Скаре смак И прочее Так нет Рубик у нас Делает мульти спауны Тут Рубик уже Целую армию Собрал крипов Так ульт Драка у нас На мидлей Ну на тебе Разоралась Клопа у нас На инвокера Инвокер отправляется В таверну 2-0 Но 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 Все это время Гирокоптер продолжал Фармить Только сейчас он прилетел Сам не понял зачем Ну разве что По лесу Да Через коллдаун Их достаточно быстро Разваливаются Гирокоптер Обе пачки Забирает Ну и по Нетворсу Он продолжает лидировать 4-100 У него на счету 3-300 3-400 Для Квин оф Пейн У Квапы 2-0 Талисмана Есть Бутс оф Спид Есть Боттл Гирокоптер в свою очередь Фейсбутсы имеет Есть у него Брасер Рингов Аквила И ничего больше Ну дальше будут У Гирокоптера Барабаны Появляться Пока еще ничего себе Не приобретал Из барабанов Роупа в Замедж Уже в принципе Может купить Но я думаю Что вместе с рецептом Может полететь Ротики у нас Под ЕМП Ротики без маны Ну и Шикет Должен его добивать Инвокер Зарабатывает первый фраг Для своей команды Эквапа Дальше за инвокером В инвиз уйдет ли инвокер Нет 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 Здесь нет инвока Никуда инвок у нас Не уйдет Хотя вот ХП реген достаточно неплохой Если бы дальше Квапа пошла То развалила бы инвокера Где Квапа? Клокверк в это время У нас умирает От Вич Доктора Вместе с ДДС Развалили Клока Куда Квапа делась? Где-то орала Квапа по крипам На всякий случай Поорала Не побежала Дальше за инвокером Инвокер теперь Спокойненько отправляется На базу Будет регениться И снова файт 4200 агрессив Гирокоптер Темпы сдает Он пришел Теперь на линию К Розору Розор восьмого левела У Розора уже В принципе Есть все необходимое Для Мекки Осталось на рецепт 500 нафармить И Гирокоптер Пришел Который все время Стоял на фрифарме Теперь пришел Тут померяться силами С Розором И мне почему-то Кажется Что не по шансам С мувспидом Вайджея Избежать Какого-то Какой-то погоня От Гирокоптера И того же Рокет Бараш На фул Это не проблема Совершенно Да и через Статиклинк Сделать Гирокоптера Не Убийцей А хилером Каким-то Не сложно Совершенно Гирокоптер Теперь начинает Просто бегать И тратить время Пока он тратит время Розор фармит Ой Нашел Вражеский Статик Как не стыд Как удивиться Розор Когда придет сюда На тебе Поешь бомжей Нормально Я оставил Просто тут Выключайся Стрим Пират Ар Карамба Ребята Пустите его Паре На корма Кулом Шики 670 По голде Есть на данный момент Есть вейсбут Сынул Талисман Ну и Что Скорее всего Шики будет у нас Вурнал Шадос Выходить Достаточно Часто Можно это встретить Так В это время Ancient Operation Забрал у нас Рубика На топлей Точнее Ancient Operation Забрал у нас Рубика На топлей Не триплой Вышли Клокер тут уже Подошел На праздник убийств И Ну и то в принципе То в принципе Неплох 3 на 2 Становится счет 400 по голде Цедек выигрывает По экспириенсу Чуть меньше чем Тысячу А по голде Да кстати сотню Всего цедек выигрывает Начинает пуш Пока они пушат В это время Просто разброты Шатани от Ехум Они не подходят Близко Ну и И далеко Тоже не стоят То есть И своими делами Не занимаются И не дают Цедеку Нормально Тусить У Розора уже есть Мека И есть Урн оф Шадос Для Инвокера Так Так пошел у нас Врыв от Клок Ну и вот вам Пожалуйста Эта комбинация Просто Мистик Плеер Туда в Хоге Это же Классическая схема Один в один Разменялись Дальше пошла Погоня у нас За Клоком Клок отъезжает В таверну И Ехум 5 в 3 Становится счет Сити Зарабатывает уже Третий килл В этой игре 920 по голде Ехум И 1200 по экспириенсу Тоже они Ну 1000 эксп Разница С учетом Кила Который Цедек сделал У Цедек Схема нормальная То есть Мистик Флеер И Клокверк Который контролирует Кого-то в Хогах Это все В общем-то Ситуация рабочая Но она выключает Кого-то одно Например Вич Доктора Выключить Да Это хорошо Или Эншн Топорейшн Тоже неплохо Вот Но это не помешает Например Каски дать Вич Доктору Или дать Эншн Топорейшн Ульту свою Так что конечно Команда Цедек Дальше Только частично Навредить Ехум Он сможет Если сможет В принципе Тут еще Хукшотами попадать Надо Чтобы Файт был такой Ой Крутой торнадо У нас От Шики Клопа умная Конечно Клопа делает Блинкаут И при своем Остается А вот Вайджей Вайджей Вообще Остается Без маны Надо идти На базу Регениться Тут даже Бутылками Никакими Не отрегенишься Все Разор Отправляется Под фонтан Похилиться Пополнить Монопоинты И потом Уже будет Файт Ну Самое интересное Для Цедек Что они Выигрывают Время Выигрывают Время Для все Того же Бедового Гирокоптера У Агрессива Уже есть Огрклаб У него есть Драма Фендеранс Есть Ринг оф Аквилла Фейсбуцы И он продолжает Фармить И никто ему Не мешает По крипу Нетворсу Он на первом месте По крипстату Он на 30 крипов Даже на 31 Крипа Обгоняет у нас Разора Который в принципе Тоже стоял почти На фрифарме Клоквер Просто несчастный Был на линии Он не подходил Крипам Так что будем считать Что фрифарм Гирокоптер Ну на одну треть Лучше Чем Фрифарм Разор Гирокоптер Подпушивает у нас Т1 Еще и Тавр На него переагрился Неужели дальше Будет быковать Не лучший вариант По-моему Хотя можно попробовать Почему бы нет Потанковал на себя Тавр Уже здесь Недалеко Экзет Если подойдет Команда А Ехом То могут и Агрести Все Гирокоптер Забирает Тавр У него По Нетворсу Дела Великолепно 6800 Квапа За ним 6150 Дальше Разор 5500 Разница Вы видите Насколько ощутимо 6800 Тут агрессива И YJ Всего лишь 5500 1200 Разницы Это Это прям таки Отлично На данном уровне Так точно Ну игра конечно Просто сумбурна Кто где Находится Вообще Непонятно Ну вот Два игрока В мидлейне Три игрока В собственном лесу Здесь тоже Два игрока Под собственным Тавером Под вражеским Тавером Два игрока Под собственным Тавером Кто-то На миде Тусит Ну то есть Шатание Просто Нон стоп Родики отгоняют Просто через Канкасе В шот Быстренько Назад Отправили Не подходи Даже Отправили Втором Втором Назад Тавером Тавером Отправили Ну что, под самоком, Цидек. Готовы, я так понимаю, выйти на мидлейн. Можно бы и попробовать Разора забрать. Но главное, подойти поближе чуть-чуть. Ракета не очень хорошо влетела, если она планировала заблочить спот. Если она просто прочекала ситуацию, то, в принципе, почему бы и нет. Так, Ротикей на Аксе, на первых позициях. Уже есть Даггер, уже есть у него Смоук. Ну, то есть, проюзан на нем Смоук. Просто ворвись не хочу. Для этого надо увидеть, где оппоненты. Ну, знают игроки Цидек, где находится команда Юхоум. Ну, Юхоум мы должны примерно понимать, где их оппоненты уже пропинговали. Так, видят у нас Экзеда. Акс срывается у нас на Гардера. Юзает ульту аппарата. Ульта просто в никуда. Гардер на лоу ХП, а умирает все-таки. Забирает его Акс. Что ты говоришь, ты же мертвый. Что-то Скайросмаг рассказывал, рассказывал. Ничего не понятно. Забрали Скайросмага и уходит команда Юхоум из этого файла. Кстати, от Ротикей что-то Каллингблейдов не видел вообще, в принципе. Юхоумы продолжают давить по золоту. У них тысяча по золоту есть и по экспириенсу 600. Ой, точнее у Цидек. Тысяча по золоту, по экспириенсу 600 для Цидек. Ух, уж эти китайские сервы. Стиай плюс Вайджей подпушивает тавер и его, конечно, заберут. Не проблема. В это время агрессив по нижнему лайну. Это иллюзия Клокверка. Мне показалось, что уже покемон есть у кого-то из игроков команды Цидек. Агрессив. В это время Т2 пушат. Вместе с крипами ему никто не мешает. У нас замес на мидлей. Ротикей подарил Берсеркер Кол Рубику. Ну и пошел Дэзвард у нас от Ланема. Ротикей все-таки выживает. Еще и похилили у нас Ротикей. У него появляются деньги на Каллинг Блейд. Забрали Клокверкам. Никого не потеряли. Очень классно отыграла команда Яхум. 7-3 становится счет. И кто-то, мне кажется, уже заказывает себе билетик в Сиэтл. Цидек проигрывают за последние минуты 4. Вот порядка тысячи почти. Ну, чуть меньше, чем тысячу по золоту и по экспириенсу. Ну, идут ровно. Выигрывают чуть более 500, но графики такие сомнительные там. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. У Клопы появляется Аганим. Кстати, и у Клопы еще 500 сверху остается. 11-й левел. Второй Соник Вейв плюс Аганим. Дэмэджа много. Бьется достаточно сильно у нас Queen of Pain. Но Яхумы на удивление проигрывают по экспириенсу. Хотя что-то мне я смотрю. Так по левелам Яхумы посимпатичнее выглядят. Может быть тут индивидуумы какие-то больше всех перефармили. Ну, пожалуйста, Герокоптер. 13-й, почти 14-й левел. И разор только 11-й. Тут за счет Герокоптера и держится впереди цедек по фарму. А так в большинстве, конечно, случаев тут провал. Посмотрите. Агрессив. 13-й левел. Дальше 2-11-ых идет. Дальше 11-й от Шики. Дальше 9-й. 8-й, ну... Ну да, в принципе, 2 левела где-то. 2-3 левела выигрывают игроки команды цедек. Меня немножко смущает состав Яхум Акс. Потому что Акс выглядит совсем невыразительно. То есть в 22-й минуте... Так, Квапа у нас. На кого ты кричишь? Золотце. Где она? Квапа на мидлейне. Квапа кричала. Я даже не понял на кого. На крипов или... По всей видимости. Вот. Квапа у нас разоралась и... Просто напугала меня. Просто-напросто. Появляется Огрклаб для СТВ. Выходит в Аганим. Ой, в Аганим в БКБ этот герой. Аганим у него уже есть. У Вичдоктора появляется. Гэндал оф Стрэндж. Есть Сейджмасс. Готовится выйти в Урнов Шадоуз. Для Разора. После Мекки уже есть Метлил Хаммер с Огрклабом. И осталось только... Приобрести себе рецепт на БКБ. Вичдоктор. Так, ДДС у нас где? ДДС вот он. Эншент Опарэйшн. Купил себе Ставфу Физердри. Сейчас принесет. Ну и Акс. С Форс Ставфом. С Даггером. Транквил Буцами. И Мэджик Стиком для Роти Кей. Блэйд Мэйл пока еще не покупал. И неизвестно будет ли вообще... В принципе его покупать. У Гирокоптера. После БКБ 2000 золота. У Агрессива. Такие среднечиковые артефакты вы уже видели. Не буду их называть. У Инвокера есть один Обливент Став. Деньги на второй уже есть. И осталось на рецепт. На Оркет накопить. Скайдос Макс с двумя Нолталисманами. С Аркан Буцами. Чтобы на все, на все хватало маны. У Клокверка есть Огрклаб. Есть ПТ. Есть Боттл. В конкретике вообще не вижу. Куда этот Огрклаб? Возможно в Аганим скорее всего. Ну и Рубик. Рубик без Даггера. Зато с Аркан Буцами. Вылазка на Роху. Или вылазка подраться. Сейчас глянем. По-моему подраться. Сидек собрались. Клок. Будет бежать первым. Ну и готовится у нас серьезный масс-файт. Наконец-то. 24 минуты мы ждали. Просветил. Врыв пошел у нас в Ancient Operation. Аппарат успевает дать ульту. Но провязать ее не успевает. Минус аппарат. Минус еще и Квапа. Ну и кстати Клейн пошел у нас от Разора. Ланэм неплохой Дезвар дал. Но здесь просто смерть для всех вообще. Минус 4 делают. И единственный, кто смог отсюда улететь, это Разор. Ехоум. Отваливаются вчетвером в таверну. Врыв просто крутейший был от команды Цидек. Не зря зашли. Очень быстро справились с Ancient Operation. А дальше Квапа. Дальше Вичдокер. Дальше Акс. И Акс, хочу я вам сказать, просто днище полнейшее. Акс просто в какой-то команде Рахид Гейминг. Ну, не должен Акс так выглядеть. Но это смешно. Акс, который не может пережить у нас на 24-й минуте врыв, например, Клокверка и Инвокера. Это, извините, это страшно просто. В то ли мы играем? Сразу вопрос невольно возникает. Две с половиной по золоту Цидек выигрывает. По экспириенсу Цидек выигрывает три тысячи. Ехоумы начинают тонуть. Если Цидек додавят ехоумов в этой игре и возьмут следующий, то вполне будет справедливо. У нас продолжает мобов в лесу. Агрить, фармить. И все это смотрится, ну, немножко убого. И вот она ответная вылазка от команды Ехоум. Лайджей, байт на себя. Давай, пусть подходят. Роти Кей, на хайграунд спрячься ты за спину Квапы. Вообще не лезь первый. Ты же обычный Акс. Ты не должен драться. Ты не должен ничего решать. Ты должен просто умирать. Кстати, Клин, пошел у нас от Лайджей. Лайджей очень быстро разберут. Вот вам Роти Кей. Ворвался в файт. Ну, это просто стыд вообще. Пишите ГГ, гоу, некст. Ой, как дерьмово смотрится Ехоум. Он просто невероятно вообще. Тимуайп. Минус три. Агрессив доформился. У него есть уже деньги на МКБ. 27-ая минута. У него появляется МКБ. У него будет ВКБ. Драма Фендеранс. Фейсбуцы. И Аэгис ему еще дайте. Ну, и Акс. И просто посмотрите на Акса. Как можно было так выформить Лец, чтобы в итоге ворваться просто в замес и за миллисекунду слить полностью все ХП. Это смотрится вообще не очень. Вообще. В команде Ехоум либо камбэчить, либо ГГ писать ей следующую речь. Что то на самом деле, что это. Для Ехоумов. Гирокоптер приобретает себе Манки Кинг Бар. У него еще и сверху остается 900 голды. Теперь агрессивно неясно, кто будет убивать, чем убивать, как убивать. Разор у нас никогда не может нормально кастовать Аэвзе Сторм. Он теперь эншиндов пофармить, Аэвзе Сторм использует. Ну, может быть верно сейчас по этой ситуации, ну, в эту ситуацию же пихать себя, ну, это, извините, ну, жесть какая-то. 8 тысяч сидек по золоту, 10 тысяч и не по экспириенсу. Да, такие игры легко можно отыграть. Там нормальный раскаст, ульта аппарата, которая по всем зайдет, но Ротик Кей для этого должен загореть всех и хотя бы пожить, ну, несколько секунд. Пока Акс на это не способен. Продай к чертовой бабушке Мэджик Стик, Стаут Шилд, все остальное, купи Блэйд Мэйл. Три смерти у Акса, два ассиста, одно убийство. 28-ая минута. Закончили игру. И посмотрите на перри фарм Гирокоптера. У него 15 тысяч Нетворс, у Квапы 10. Даже 15-200 уже у Гирокоптера и 9800 для Квапы, чтобы понятнее немного было. Ну и Вайджей на Разоре тоже 9700. Ну и недалеко от них Шики отстал. У Шики есть уже Оркет, у него есть Огр Клаб. В БКБ готовится выйти инвокер. Ну а дальше Клокверк идет на пятом месте, у которого 7300 и есть уже БКБ. Потом врываться Клок может. И ничего опасного с ним быть не должно. Это вам не Акс. Клок провязал БКБ. Просто на всякий случай вдруг пригодится. Ну ничего, так в деревьях постоять. Все же красивее как-то с желтыми Огоньками. А теперь надо врываться у Клока БКБ. Нет. Может на этой ошибке и Хоум смог бы поймать своих соперников. Агрессив, она себя заагрили. Да, на нем есть Аганим. Да, он Аганим этот скорее всего... Нет, не потеряет он Аганим, потому что Эдшн Топорейшн не попадает ульту. Хукшотом Клок должен доставать ДВАЙДЖЕ, и он это должен знать прекрасно. Будет ли врыв? Может быть, отойди, Гирокоптер. Не беси вообще. Ну все, забрали просто Тауэр и отходят. Понемногу, по чуть-чуть Седек отковыривает куски своих соперников. Десять тысяч они выигрывают по золоту, уже десять тысяч по экспириенсу. Ну и можно было бы чем-нибудь, например, закамбетчить, скажете вы. Можно было бы закамбетчить, но, к сожалению, тех героев Яхум не взяли. У них нет какого-то серьезного... Керри, который в лейту выходит просто красным Скорпионом таким, что пятерых соло мог бы сносить. У них всего по чуть-чуть, и это все по чуть-чуть не работает. Просто Акс не работает в принципе, потому что... Ну, потому что Акс дно. Вич Доктор тоже у нас очень быстро сливается, да и до сих пор Вич Доктор на 31-й минуте с Дезвордом первого левела. Это издевательство над Дотой в принципе. И Ancient Operation, Staff of Isidre и Boots of Speed. 700 хп для Ancient Operation. Я понимаю, что ему не надо лезть в файт. Мне это прекрасно ясно, но, например, дать Чилинг Тач, дать Колл Фит, тот же Айс Вортекс дать. Ancient Operation не может с километра. Если ульту он может пустить через всю карту, то скажите тогда... Ну, как бы можно сказать, что ему надо просто дать ульту там с лонг рэнджи. Тогда зачем ему Колл Фит, спрашивается Айс Вортекс и Чилинг Тач? Можно было бы в плюсике все скачать, было бы уже порядка тысячи хп. Может даже и больше. И дефа было. Понятное дело, что Ancient Operation не должен. Его роль заключается не только стоять за 3-9 земель и раздавать ульты. Если бы такой герой был бы нужен, взяли бы Зевса. Короче, туговато у Яхоум дела обстоят. Здесь есть Гирокоптер, здесь есть Инвокер, здесь есть Клоквер, здесь есть Рубик, который весь тот магический дэмэдж, который Яхоум будут наносить, максимальный какой-нибудь магический дэмэдж, просто забирает себе и, например, Соник Вейвом орет в лицо Квапе. Ну, и ту же фразу, что Квапа только что произносила. Или, например, Ancient Operation заберет ульт, тогда вообще просто страх. Понятно, что Яхоумом сдаваться тут смысла никакого. Ну, и дальше бороться я как бы не вижу возможности. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы Яхоум немножко подсобрались, потому что смотрится это немного жалко. Последние две игры так точно. Цедек готовы подпушить. Как я понимаю, внешние товара только на топе остались. Это и то один товар. По вражескому лесу гуляет Цедек, им, конечно, надо выигрывать игру. У них на поражение шансов больше не осталось. Ну, Яхоум, ну, нужно же доказывать. Нужно же доказывать. Вы как бы, на секундочку, финалисты первого International Day просто там неплохо так выступали. Роти Кей за вас играет. Роти Кей тот самый. А этот Роти Кей просто несчастный. Вообще худшее, наверное, звено на данный момент в составе Яхоум. Конкретно в данной игре, конкретно данным персонажем. Конкретно Аксом. Правда, смотрится это все, ну, совсем не алло. Сейчас всей командой, когда они начнут у нас еще и Акса репортить, тогда посмеемся. Дидисейна, яншен топорэйшене, приобретает вард. Просто вижен забрать команду Цедек. Ну, увидите, увидите. Увидел. Еще один вард забирают игроки команды Яхоум. Аппарат понял, что хоть чем-то может быть полезен своей команде. Забрал у нас. Купил, точнее, у нас гем. Забрали несколько вардов. Ну и теперь хотя бы как-то глаза подрезали команде Цедека. А то они и так вроде хозяйничают по всей карте. А здесь еще и вижен у них максимальный. То есть дерись не хочу. И команда Яхоум мало того, что слабая, еще и слепая. Вайджей в это время зарабатывает себе на БКБ деньги. Есть у него поинт-бустер и почти есть деньги на агоним. Немного. Остается где-то 700 голды. Кстати, Цедек чем дольше тупят, тем больше Яхоумы смогут отфармить и тем больше у них шансов на камбэк в этой игре. А камбэк им нужен очень сильно. Если сейчас на морали просто на вообще, если у нас выигрывает Цедек, то пятую игру на такой плюс морали они будут идти, что они Яхоумов мне кажется просто вперед ногами вынесут. Загласитесь, 2-0 проигрывать, потерять все шансы вообще, ну относительные шансы на проход дальше и тут на тебе 2-0 превратить в 2-2. Ну, конечно, третий поинт просто по инерции можно забирать и наказывать Яхоумов без вопросов. Уже, кстати, почти 5 часов у нас с 11.30 с половины 12-го рубка, то есть уже 5 почти 5,5 чуть больше, чем 5 часов. 5 часов 10 минут. Противостояние двух этих команд идет. Ну, имейте вы совесть, а, Яхоум, Яхомушки. Так, Санстрайк пошел, да и попробуй угадай, куда он мог пойти. Врыв пошел нас от Экзеда. Неудачный. Ну, так развернись и Статик Линк дай в него. Разор, да что ж ты неженка такая. Статик Линк пошел нас от Разора. Акс агрит на себя. Ротикей неплохо пробивает Статик Квапа. Ульта аппарата на лоу-хп Экзед. У Экзеда 30 хелс-поинтов, Экзед отсюда уходит. Ну, и барабаны юзает команда Ехоум, Соник Вейв от Рубика. Вот так надо кричать. Ротикей на лоу-хп. Ну, и Разор тоже на лоу-хп. Голуби прилетают в него. Пока что 2 в 0 дерется коллектив Ехоум. Ракета Вайджея. Ну, и все его хилят, все его сейвят. Ну, и здесь очень сильно битый агрессив и шики отходят. И по итогам этого файта 1500 отыгрывает команда Ехоум и 2600 по экспириенции. Это они еще не забрали Клокверк. А должны были. На 30 хп ушел у нас Клокверк. Вот Илан Эм как-то так, я смотрю, приосанился. Прокачал, наконец-то, Вуду Ресторейшн и приносит пользу своей команде. Емп от шики. Шики на лоу-хп. Шики здесь умирает. Теряет гем. Да, потеряли Ротикей, но это не страшно. Ротикей просто рахитка в этой игре. Все равно ему умирать. 11-13 становится счет. Еще и Тавр забрали Ехоум. Запахло камбэком. Проигрывали 13, теперь десятку и 12 с половиной по экспириенсу проигрывали. А теперь проигрывают 10. Но это еще графики не обновились. Думаю, дела даже немножко получше. Ну и все. И у АйДжея уже есть Аганим. И у ДДС что-то тут появляется. У ДДС появляется Point Booster у самого. Есть уже Staff of Isherdream. Ланэм. Ну, Ланэм бедненький, конечно. Ланэму хотя бы купить бы Point Booster, а дальше... Ну а дальше, кстати, дальше немного еще насобирать. Нет, много. Да, это и Аркан Буцы хотел разобрать и добавить их в Аганим. Нет. Это у нас так Soul Booster собирается, конечно же. Аганим так не собирается. Shadow Амулет приобретает себе Вич Доктор. Интересная история. Глимеркей будет покупать Ланэм. Это 100%. Ну, эта штука крутая. Кстати, мы ее не видели в данном противостоянии еще. За сколько? За четвертый матч. Вот впервые она появляется на карте. Странно даже. Вроде как-то... Я думал, что один из наиболее популярных артефактов после обновления. Популярнее него даже и не видел. Все собирали Глимеркей там, независимо от того, на ком они играют, против кого они играют. Вещь крутая, вещь нужная. Ну что, посмотрите, что происходит. С 13 до 8 спустились игроки команды Яхум. По отставанию. Ну и с 12 до 8 по экспириенсу. И аппарат начинает у нас фармить. Все такие деловые. Всех все получается. У Розора 16 левел плюс Аганим. 1900 хп. БКБ имеется, мека имеется. Навязывайте файт, пока не потеряли все преимущество. Шикен шикен нарисовал у нас путь. Вот такой вот, я вам повторяю его. Вот сюда стрелочка. То есть команда СДЕК идет навстречу коллективу Ехум. Кто кого увидит? Роти Кей. Ну ты кэп, будь ты рядом, а? Роти Кей агрит на себя агрессивно. ЕМП Роти Кея больше с нами нет. Рубик тоже отправляется в таверну и Клок на лоу-хп. Клок в таверну. Вайджей фуловый. Он включил Eye of the Storm разменялись два в один и Вайджей может драться с аганимом Eye of the Storm это и минус тавер и минус все, кто подойдет. Еще и на лоу-хп здесь агрессив. Главное, чтобы тиммейты были рядом. Главное, чтобы Клопа помогла и ВИЧ Доктор. Нет, ничего такого. ВИЧ Доктор никому помогать не будет. Я, говорит, Манал вообще, я пошел отсюда. 41-ая минута у нас идет. Продолжение. Качель. Графики все по-прежнему ползут в сторону коллектива E-Home. И это очень странно для меня, потому что Гирокоптер есть в пике команды C-Dec. И Гирокоптер такое ощущение, что рассчитывает только на коллдаун. У него с руки 250, у него скорость атаки громаднейшая, у него куча хп, у него есть БКБшка, барабаны, а он дает коллдаун и разворачивается бежать, как будто полезнее, чем коллдаун Гирокоптера. В принципе, в мире скилла нет и быть не может. Да это перть полный, а не скилл на уровне того, что Гирокоптер у нас с руки вносит. Ну, может быть, как-то голова немножко не доваривает в файтах, потому что все-таки это нервы и ни в коем случае не хочется слиться. Я знаю, что есть такое неписанное правило «Хочешь выиграть в доту, не умирай». И в любом виде спорта. Хочешь выиграть в футболе, не пропускай. Все очень нормально. Это в боксе та же история. Может, как бы, саевовость и давит на команду Сидиак. Они понимают, что тут умереть и сейчас отдать третью катку. Ну, все, это подобно смерти. это прощайте все надежды. Мы распадаемся и наш коллектив разбегается по разным командам, потому что не выиграть выход на не выиграть выход на International, но это, я думаю, что это серьезный удар вообще по морали команды. И распасться вообще не сложно. Помните мои слова, посмотрим на нами. Собираются кучкой. Кстати, команда Яхум не расходится далеко друг от друга. Они понимают, что подставляться теперь ни в коем случае нельзя. Ну, та же история с командой Сидиак. Они тоже боятся отойти друг от друга. Взялись за ручку, связали себя, не знаю, красным шнурочком и ходят просто хвостиком друг за другом. Потому что в файт где-то одному ворваться это очень проблематично. Ну, здесь есть в сорве голова Роти Кей, который в любую вообще задницу влазит и там и остается. Вот. А так, в принципе, все коллективы, игроки коллектива Яхум более-менее сейвово играют. Все, Роти Кей появился БКБ. Наконец, 43-я минута БКБ у Акса. О чудо. Так, это Роти Кей. Это, я даже не буду состав, не буду говорить команду, в которую он играл на прошлом Интернешнл вслух, чтобы не вызвать у вас когнитивный диссонанс такого уровня, что головы поразрывает просто. 8000 Сидек выигрывают по Зоту и 7000 они выигрывают про экспириенсы, но графики неумолимы движутся в сторону команды Яхум. Ancient Operation подняли у нас, покатали на карусели, вернули назад на землю. Шики в инвизи, просветил всех, никого здесь не увидел. Инвокер, инвокер в Гёст Волке, ну и все должны понимать, что где-то здесь инвокер, инвокер ивзает БКБ. Акс, как, как так получилось вообще? Что случилось с Аксом? Акс включил БКБ, просто побегать. И Вайджей у нас в итоге танкует. Да что это за позор? Акс, иди дерись, черт возьми, Акс. Есть даггеры, Ротикей, Ротикей разворачивается и уходит, и Вайджей будут просто отдавать. Ротикей ворвался, вовремя. Наконец-то, Дезвард пошел у нас от Ланема. Дезвард очень неплохой. Даблкилл уже у нас от Квапы. Ну и Вайджей сейчас переключится на Икзеда. Ну и можно драться, втроем точно можно драться. Очень сильно достается здесь Розору. Розор умирает, ну и касками тут всех добьют. Тим Вай под командой Йо-Хоу. Ультра-килл от Квапы. Сити Ай показал, как надо играть на этом герое. У него 6 тысяч по золоту уже. Ультра-килл, тут денег просто завались. 2-100 зарабатывает в этом файте Квапа. Тысячу зарабатывает в этом файте Витч Доктор. Тысячу зарабатывает Ancient Operation. Вот эти два дна по краям, понятное дело, ничего не зарабатывают. Можно и забрать у них даже было немного. А, забрали у нас у Акса. И, кстати, правильно сделали. И 9-100 заработали по Икспе Йоу. Вот это камбэком запахло. Прям не запахло, а глаза уже резать команде. Цидек начинает. Ну, не додавили, извините. Тоже играете не против какой-то команды из 17-го дивизиона, 15-го состава. Разумеется, надо было понимать, что чем дольше вы топчетесь с ноги на ногу, чем больше вы мнетесь, тем проблематичнее будет вывозить потом. Ротикей умер в этом файте. Это, конечно, проблематично. Кстати, но... Но, 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 с другой стороны, очень важно, что хороший стрик забрала Аквапас с Гирокоптера и сама получила крутой стрик. Это позволило Аквапе приобрести плюс один просто мейн скилл для любой команды. Это наличие Сайта Файса и наличие Хекса в составе команды Ехоум. Это значит, еще один уровень контроля есть для команды Ехоум. То есть, например, Гирокоптера за Хекс разобрать, ну, это же элементарно. В инвизии у нас инвокер. Последний раз плохо это все закончилось. Но сейчас инвокер может цепану. Ну и так, увидели у нас инвокера. Ротикей врывается на Рубика. Рубика развалили. БКБ от Шики. Ну и Разор. Аэвзе Сторм провязал. Мека есть. Юзай ее, Разор. Разор юзает Меку в коках здесь против Экзета. Разор, скорее всего, умрет. Вот, Дезвард опять. Вот, Ланема просто роскошный. Гирокоптер в таверну. Скайрос Мак в таверну. Экзет. На лоу ХП Экзета не забирают. А вот за Шики можно и погнаться дальше. Два в один подрались. Почему все танкует Разор? Ротикей. Ну, как так? Днотикей просто. Это же что-то невероятное. Невероятное. Ротикей просто убивает вообще и меня, и всю свою команду. Ну, Кэп, соберись. Да, заходить, конечно, на хэграунд уже Е-Хоум могут. Это видно. Посмотрите, что по золоту происходит. 2000 Е-Хоум по голде, по экспириенсу тоже 2000 Е-Хоум. И Т2 на топ-лейне упадет. Игзета, ставь Т2 в покое. Дай крипам порезвиться. Нет, задынаю по линию. Но золото теперь 4 в плюс Е-Хоум. По экспириенсу 4 в плюс Е-Хоум. Посмотрите на камбэк. Камбэк с 13, даже с 14 тысяч по голде и по экспириенсу 12. Роха где у нас? Рошан уже появился. То есть Роху можно забирать, тем самым навязывать файт команде ЦИДЕК игрокам команды Е-Хоум. То есть любая стычка теперь с командой Е-Хоум у ЦИДЕК будет дрожь вообще вызывать где-нибудь в поджилках каких-нибудь и неадекватные решения в связи с этим. Потому что когда человек ну там не человек а команда там человек группа людей боится другую группу людей все на мандраже все на нервах понятное дело что трезвый ум это роскошь прям таки. То есть где-то ошибаться с Е-Хоум будут но должны Е-Хоум это знать или их какой-то штатный психолог должен это знать. То есть просто идите и быкуйте идите и быкуйте они запаникуют и вы заберете победу поедите в Сиэтл там увидимся с вами. Ой неудачно кстати сейчас я ой неудачно очень удачно Цидек точнее могут выйти Е-Хоум могут просто попасть Смоук еще работает и будет работать Роти Кей ну это твой шанс звездный делай хоть что-то Роти Кей в Мистик Флеер влазит БКБ Роти Кей так и не провязал пока что и не собирается ждет пока Даггер откудауниться Роти Кей на этом мне кажется игру и закончил нет Роти Кей агрессив а попытался развалить Ланэм в итоге у нас разваливает агрессив Аскара Смак в таверну и на лоу хп отсюда уходят Шики 1 в 3 Клоквер где ты там гниешь это все на базе Клоквер умирает и инвокер последний живой в составе Цидек умер Роти Кей так ему и надо Роти Кей просто позор команда Йо Хоум ай-яй-яй-яй Роти Кей так классно начать и такая жесть в конце то есть последний матч но с другой стороны можно сказать да там где-нибудь ярые Роти Кей фэны ну если есть такие вообще хотя если есть такие я не знаю сделайте что-нибудь с собой это же невозможно Роти Кей очень классно смотрелся первые две игры но в этой игре нереально просто какой-то трэш по полнейшему делается вот с другой стороны в этом файте неплохо так Роти Кей сконцентрировал на себе внимание раскатил команду пока там бегал за ним вертолет в это время Уай Джей полностью забрал весь дэмэдж вертолета дальше с руки можно было и разбивать но еще безусловный плюс это конечно Ланэм Ланэм со своим Дэзвардом постоянно делает минимум минус 2 в любом из файл в итоге падает нижняя линия у команды Цидек и вместе с ней одна не знаю один какой-то кирпичик в фундаменте надежда попасть на официальную часть в Сиэтле медленно тает позор команды да позор позор команды Radiant позор команды Radiant в четвертой игре вот этого финала квалификации я не говорю что Ротикей незаслуженный игрок или еще но эта игра просто из рук вон плохо идет и смотрится все это ну просто жутко как по мне Акс 3.7.5 всю игру отсутствие нормального фарма всю игру ошибки при врывах реальные ошибки оооо чего добился стример к чертовой матери пошел отсюда началось но еще бабки из под подъездов у нас в чате не рассказывали чего стример добился ничего просто сидит комментирует ну что ехоумы у нас переходят в наступление они понимают что теперь они помощнее они помощнее кстати на 12 тысяч теперь дерись не хочу вообще и по экспириенсу 12 тысяч тоже у нас ехоумы выигрывают но теперь на самом деле файт можно в любой точке карты ехоумы организовать они могут навязывать драку они могут географически теперь давить на команду цидек то есть в любой абсолютно ситуации они по идее должны быть сильнее главное только сильно не заплужить но тогда под флагом Акса главное не идти в бой у Акса потихонечку уже нарисовался ривер вот ротикей выходит у нас купил себе плейдмейл я так понимаю немного пораньше просто чтобы получить защиту от физдэмэджа ну вы видели просто по сути очень быстро умирает Акс слабовато выглядит вот ну и приобретает ривер для хп для тараски в дальнейшем плейдмейл так и не купил себе Акс нужно конечно поздно об этом думать вот ну хотя бы так хотя бы так и хп и физдэмэдж а здесь от бкб защита будет дот магического дэмэджа что ротикей теперь можно кстати и на хайграунд прыгнуть давай брят сни там железками готовится Акс но все будет зависеть от него от его врыва насколько он будет удачным и врыв желательно делать под бкб потому что мистик флейер сразу же залетает из сайленса скайросмага сразу же ну что врывается в итоге экзет кью у нас не знает пока что делать кстати на лоу хп у нас разор разора надо сейвить разор провязал бкб и разор начинает наваливать разор в глимер кейпе и дальше за экзетом и каски летают по всем скайросмаг в таверну гирокоптер в таверну и сразу же байбекается разор развалили кью на лоу хп ротикей под колд снэпом от инвокера ротикей не мог нанести удар в итоге развалился 4 в 2 пока что файт еще и от байбекнулся гирокоптер поэтому минус конечно для цедек тут жесточайший ланэм как можно дальше валить уходи в инвиз ланэм делай что-нибудь уходит в инвиз ланэм ловит стан ничего страшного можно жить дальше и ланэм тут будет просто мансить между кустами ой вижен появился ой как неудачно ланэм тут конечно не сдобровать против агрессива в это время могли бы подпушить но не подпушили игроки команды ехоум разорались у нас на агрессива вот вам и обычный хекс и команда цедек теряет все надежды и все возможности выйти на финал на лан финал интернешнл квалификация китайская заканчивается победой коллектива ехоум те самые славные ехоум которые в первом интернешнл не проиграли ни единого матча до того момента как в финале не встретились с нави увидится ли ехоум в финале с нави будем узнавать начиная с завтрашнего дня друзья с завтрашнего дня у нас начинаются европейские квалификации у нас два матча альянсов будет три матча новей там просто закачаешься не денек европейская квалификация вообще на вес золота просто мне кажется даже поинтереснее чем основная часть турнира будет ну и за мясорубкой будем конечно же наблюдать не забывайте перед выходом подписываться на наш канал это студия игрокам ТВ у микрофона друг рад был для вас сегодня работать ну и заходите в группу ВКонтакте тоже подписывайтесь чтобы иметь представление о всех наших дальнейших стримах завтра по расписанию начинаем в 13.00 дальше 15.30 18.00 и по-моему ближе к вечеру 20.30 и 23.00 там просто нон-стоп трэш и угар поэтому будем максимально на кофе сидеть все завтра тогда с вами уже услышимся ну и на сегодня с вами прощаемся вот возможно на нашем канале еще кое-что появится но это все будет анонсировано уже в группе ВКонтакте не забывайте подписываться все друзья был рад с вами работать это была студия игрокам ТВ это был и остается друг меньше играйте в доту больше читайте книг услышимся а а а а